На участие в большом разговоре с президентом поступило уже более 300 заявок. Вопросов, в свою очередь, еще больше. Аккредитация завершается в четверг. Сам диалог пройдет 9 августа. Глава государства встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. За трансляцией можно будет следить в прямом эфире. В Беларуси с этого дня повышается стоимость автомобильного топлива. Она выросла на одну копейку. Так, цена 92-го бензина – рубль 94. 95-го и дизельного – 2 рубля 4 копейки. 98-го – 2,26. В Могилевской области намолочено более 40% площадей зерновых. Завершается в регионе и уборка зимово-рапса. 98% работы уже позади. С каждым годом в севообработ здесь вводят земли, которые раньше считались непригодными для земледелия. Вес общереспубликанского каравая, напомним, уже превысил 3,5 миллиона тонн. В Беларуси полный курс вакцинации завершили около миллиона жителей. Пройти процедуру можно в учреждениях здравоохранения, торговых центрах, метрополитене. Выезжают медики и на предприятия. Интервал между компонентами – 21 день. На выбор несколько препаратов. Иностранцы тоже прививаются в нашей стране. Это граждане Литвы, Латвии и Украины. Для таких туристов – безвизовый въезд. Бобруйская белшина одержала победу в центральном матче 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд Первой лиги. Дома принимали столичных кромкачей. Единственный гол на 46-й минуте забил Чесноков. Красно-черные поднялись на вторую строчку в турнирной таблице. Следующий соперник – Новополоцкий Нафтан. Игра пройдет 4 августа, начало в 18.00.